Вот уже четвертые сутки Славянский район борется с последствиями сильнейшего снегопада. Несмотря на все предпринимаемые меры, движение в городе по-прежнему затруднено. Случаются перебои с электроэнергией и водой. Некоторые домовладения оказались подтопленными. К устранению последствий непогоды привлечены все службы и ведомства. 24 января в администрации района прошло заседание районной комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством главы муниципалитета Романа Сенеговского. В составе комиссии главы поселений, специалисты управления ГОЧС, руководители структурных подразделений администрации, представители предприятий жилищно-коммунального хозяйства. В повестке заседания – исполнение мероприятий по ликвидации последствий сильного снегопада. В связи с неблагоприятным прогнозом на территории муниципалитета с 21 января постановлением администрации района был введен режим повышенной готовности. Ожидалось выпадение большого количества осадков в виде снега с налипанием на линии электропередач. И прогнозы синоптиков, к сожалению, оправдались. 21 января прошел обильный дождь. 23-24 января обильный снегопад. В результате выпало почти 100 мм осадков в виде снега. Что повлекло за собой налипание снега на линиях электропередач, деревьях. Затрудненное движение было на дорогах. Обрушившийся снегопад парализовал не только движение на улицах, но и вызвал многочисленные порывы линий электропередач. На несколько часов город остался без воды. Чтобы устранить последствия непогоды, все службы жизнеобеспечения работали практически в круглосуточном режиме. Первый вопрос – это тепло, если мы говорим о ресурсах, которые подойдутся нашему населению. Андрей, то есть на сегодняшний день котельные все работают? Сегодня котельные все работают. Там есть кратковременные сбои, но это по району. У меня там в детске стоят, в принципе, сейчас котельные все в штатном режиме работают. Единственное, что по некоторым котельным мы не выходим по горячей воде на температуру, потому что практически все сети заполнены водой. Из-за обильных осадков оказались подтопленными 66 дворовых территорий в городе, 15 в Анастасиевском сельском поселении, 16 в Петровском сельском поселении. В 12 домов вода вошла в жилые помещения. Чтобы оценить ситуацию на месте и решить, как помочь людям, глава района Роман Сенеговский лично выехал по адресам, где дома оказались в воде. Вот сейчас мы начали качать, уп, спала вода. Была вода спустя вчера. Так она с огорода приходит? Смотрите, она... Здравствуйте. Здравствуйте. Снег тает и все. Она пришла... Вот она стоит, за домом вода. Вот она не думала оттуда. Вот тут тоже стояла вода, лужа была. Сейчас мы качаем, потому что нам утром машину перегнали. А машина была, да? Утром, да. Откачивание воды с подтопленных территорий продолжается. Из-за таяния снега ситуация с подтоплениями может усугубиться. Поэтому на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям главе города было дано поручение, как можно скорее решить вопрос с необходимой техникой для откачки воды. Всю технику по откачке воды, которую можно нанимать, давайте ее нанимать. Нанимай пять, нанимай семь, нанимай десять. Прогнозы синоптиков неутешительны. До конца недели прогнозируют сильные дожди в сочетании с мокрым снегом. Возможно отключение электроэнергии и новое подтопление территории. В связи со сложившимися неблагоприятными погодными условиями районной комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение о введении режима ЧАЭС на территории района 17 часов 24 января. При сильном снегопаде, если уровень выпадения осадков до 20 мм в течение 12 часов, то это уже чрезвычайная ситуация. У нас под 100 мм. Это первый критерий. Еще на территории Славянского городского поселения сейчас по заявкам в НЭС числится порядка 250 домовладений, на которых прекращена подача электроэнергии по линиям 0,4 кинула. То есть по показаниям нарушения жизнедеятельности людей, 50 человек и более, это второй показатель, по которым можно вводить режим чрезвычайных ситуаций. То есть по двух параметрам мы вправе ввести на территорию района режим чрезвычайной ситуации. В целях своевременного реагирования на сложившуюся чрезвычайную ситуацию был создан оперативный штаб, координирующий работу всех аварийных служб и жилищно-коммунального хозяйства. Будут подготовлены стационарные пункты временного размещения граждан в случае эвакуации. Создана комиссия по оценке нанесенного ущерба. Подготовлены резервные источники энергоснабжения объектов жизнеобеспечения. Во всех службах организовано круглосуточное дежурство. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звоните на телефон единой диспетчерской службы 112 или горячую линию администрации района 4 11 12.